Теста стратегического подхода, это тот подход, в котором я работаю. Немножко более подробно я расскажу, что мы делаем с людьми, у которых паническое расстройство. В КСТ есть ключевой концепт ППР, предпринятый попыткой решения. То есть то, что человек уже делает для того, чтобы справиться с проблемой, и как раз это то, что поддерживает и усиливает ту самую проблему. И парадоксальным образом получается, чем больше человек старается справиться с помощью неэффективных ППР, тем более тяжелым становится течение проблемы. Вот при паническом расстройстве типовые попытки. Это контроль ощущений. То есть как только человек находит, он вначале ищет, предвосхищает и находит какие-то ощущения. Коллеги, стоит только внимательно пройтись по телу, внутренним взором, локатором поискать. Не происходит ли у меня что-то такого патологичного сейчас или хотя бы немножко дискомфортного? Мы всегда что-то найдем. И дальше попытка это контролировать, сделать это таким, как оно должно быть или как ожидается, чтобы человек столкнулся с тем, что это не получается. Вот это первая типовая такая предпринятая попытка решения, которая человеку мешает и которая участвует в эскалации панической атаки. Дальше. Когда человек начинает избегать места, ситуации. Вот это тоже важный момент. Как это все работает? Если человек несколько раз столкнулся с паникой в каких-то местах или в ситуациях, естественно, конечно, лучше я туда не пойду. Но очень быстро вот это лучше я туда не пойду превращается, что раз я туда не хожу или туда не езжу, это означает, что я действительно боюсь. И боюсь настолько сильно, что я туда уже не хожу. Понимаете? Еще раз. Вначале я боюсь и поэтому туда не хожу. Но то, что я туда не хожу, подтверждает, что я очень боюсь туда ходить. Что действительно там ужас-ужас, если я туда пойду. Запрос о помощи. Запрос о помощи, то есть когда человек начинает искать помощников, сопровождающих, он всегда старается оказаться в компании, чтобы только не оказаться одному. Потому что, ну а если вдруг я буду один или одна, и у меня будет эта паника, и что тогда? И вдруг я умру, и все, мне никто не поможет. И еще один миф, который поддерживают некоторые наши коллеги, психологи, психотерапевты, это человек начинает бесконечно разговаривать про свою проблему. Как он боится, как ему страшно, или какие попытки он предпринимал, что ему помогло, что нет, и что сказал этот доктор. В надежде на сочувствие, на понимание, может быть, на мудрый совет, на еще какую-то помощь. Но это все точно так же плохо работает по тому же механизму. То есть чем больше я говорю, тем больше я убеждаюсь, в том числе в собственных глазах, что то, что я делал, не помогает. Проблема длится. Она до сих пор длится, длится и длится. Ничего не работает. Безнадежность растет. Соответственно, что еще можно сделать? Ситуация действительно ужасная. Вот это четыре типа выхода предпринятых попытки решения. Соответственно, если это есть, если это является частью патологического процесса, то что нужно предпринять здесь? В стратегической терапии при паническом расстройстве мы вначале должны определить, паническое расстройство какого типа. Помните, я говорил, ключевой вопрос. Когда вы испытываете панику, вы больше боитесь умереть или потерять контроль? Ну или сойти с ума? Потому что в зависимости от того, как человек ответит на этот вопрос, зависит то, какие следующие техники, тактики мы будем выбирать. Обычно это, конечно, фобическая проблема, да? То есть страх восстановить. Да, я боюсь умереть, у меня сердце колотится. Наверное, мне кажется, что я вот-вот помру. Да, окей. Тогда нужно что сделать? Во-первых, нужно заблокировать эти предпринятые попытки решения. Мы блокируем это через стратегический диалог. Используем особые уловки, особые технологии разговора. Например, такие. Скажите, пожалуйста, когда вы разговариваете? Помните, вот последняя попытка. Бесконечные разговоры и поиск информации. Когда вы разговариваете о том, как вам было или может быть плохо? Ищите помощи у друзей. Вам становится от этого лучше или хуже? Ну, мне вроде, я поговорю, становится легче. Ну да, хорошо. Вам становится легче. На какое время? Ну, ненадолго, да. А потом, знаете, да, я чувствую, что мне становится еще хуже, потому что какая-то безнадежность. Она действительно растет от этих разговоров. То есть мы подводим человека к мысли, к пониманию того, что то, что он сейчас делает, это неэффективно. И более того, это ухудшает его проблемы. И мы даем такое задание. Окей. Обет молчания. То есть вы должны прекратить все разговоры на эту тему. Как? Все, что ли? О чем я буду говорить? Ну, у вас что ли, мне о чем больше поговорить? Нет.